добрый день и сегодня мы с вами у билдера в северном скоттсдейли многие спрашивали что же у нас строится в скоттсдейли в северном фениксе вот мы сейчас с вами настройки у одного из билдеров на pinnacle peak зайдем в модели посмотрим тенденции посмотрим на цены и поймем стоит ли здесь жить или стоит посмотреть еще что то эта модель 1900 скорофит двухэтажная небольшой патио патио home на данный момент есть один spec home за 495 тысяч хочу обратить ваше внимание на подсветку на кухне под кабинетами в модельных домах это часто используется придают особо кабинеты такого темно-коричневого цвета немножечко серо-бежевым оттенком таким интересным многие билдеры используют акцентные стены ее можно заказать только отдельно очень уютная патио небольшое для тех кто любит быть на улице но не любит это очистить на втором этаже небольшой лофт здесь еще сохраняется темно-серая краска современных моделях мы уже уходим от этого цвета и больше переходим светлую светло-бежевую тоже акцентная стена то есть весь дом оформлен в одном стиле мастер bedroom с достаточно старой планировкой когда у нас душ слева туалет справа обратите внимание на шлютеры это такие металлические пластинки которые прикрывают срез достаточно стандартный размер но очень светлая комната благодаря окнам еще одна акцентная стена интересное необычное решение это выход на дек до аутсайд дек viewing так вы можете видеть немножечко даже город немножко горы лак аризоны а вот это получается как второе патио да такое я наблюдала в ахлориде очень здорово очень очень люблю функционально сделанную холлвей коридорчик который идет из гаража вот вы заходите в дом до вы зашли это в принципе у вас проходной такой коридор но в нем вы можете оставить вещи сумки повесить портфеле организовать свое место вот прям очень хорошо сделано и он широкий коридор гостевая белая кухня все еще присутствует у билдеров но потихонечку я думаю будут отходить классическое на сегодняшний день сочетание белого серым но вот пол такой немножко теплее вот такое интересное решение в гостевой ванне часто у меня впечатление что в голове у покупателей присутствует нечто похожее на вот эту картину такое разнообразие вариантов затуманенная парочкой каких-то проблем вот наша задача как риэлторов разобраться с этими назовем их клау с облаками чтобы все было чисто призрачно и красиво ну как на этой картине только без черненького и и и и и и и и